Научно интриганство называется макеавелизм по имени философа Макеавелли, который написал свою знаменитую книгу «Государь». Эту книгу, кстати, очень любил читать Сталин. Вся книга посвящена тому, как правильно выстраивать отношения с другими людьми. Но не для того, чтобы приобретать друзей, как советовал Корнеги, а для того, чтобы манипулировать ими, интриговать и добиваться несомненно высокого положения, присваивать имущество этих людей, их жизненную энергию, стравливать их между собой и, в конце концов, быть великим государем. Склонность к интригам закладывается еще в раннем детстве. Ребенок привыкает интриговать в семье против брата, против сестры для того, чтобы получить преференции в виде любви родителей. Иногда он интригует и между родителями, чтобы от одного из них получить больше любви. Например, встает на сторону матери, против отца и против отца, на сторону матери, может также втягивать в интриги бабушек и дедушек. И потом такой маленький интриган, макеавелист, превращается в такого нормального интригана на работе, где он постоянно устраивает интриги. Надо сказать, что к изумлению окружающих, как писал, кстати, Ларош Фуко, интриган может даже не получать никакой выгоды из своих интриг. Он просто из любви к искусству сталкивает людей друг с другом и передает начальству информацию, которую вы в порыве откровенности рассказали интригану. Надо сказать, что, как писал другой великий философ Руссо, интриган часто запутывается в собственных интригах и пропадает в ловушке в яме, которую он выкопал для других. Так один римский кардинал, страшный интриган, настолько привык отравленным вином угощать своих собеседников для того, чтобы занимать их места и интриговать в свое удовольствие, что однажды отравленным вином угостил собственного сына, да и сам тоже выпил, отчего скончался в страшных мучениях. И поэтому интриган, в общем-то, несчастный и больной человек. Макеавелизм считается признаком серьезного психического расстройства личности. Это черта психопатии. Заметив ее у человека, лучше с ним не общаться, ничего ему не рассказывать, отойти на дистанцию, ну и вообще вести себя с ним как с помешанным, быть осторожным.